И вновь зима. В Автоград наконец-то пришли снежные осадки. В несколько дней город страдал от гололеда, который не давал ни прохода пешеходам, ни проезда машинам. Накануне вечером белая пелена снега все же накрыла челны. Насколько к ней оказались готовы спецтехника и горожане, узнавала наша съемочная группа. Ковши, лопаты и камазы. Сегодня с утра сотрудники предприятия автодорог официально вошли в зимний режим. Несмотря на то, что пока снега выпала сравнительно немного, он чувствовался не только под колесами автомобилей. Поэтому вместе с дорогами приступили и к уборке пешеходных путей, ведущих к остановкам. В дневную смену на очистку города от снега вышло более 70 единиц техники. А вот городские тротуары похвастаться порядком могли не везде. И хотя наледь прикрыла снежное покрывало, но не решила проблем. Так на проспекте и шлег у седьмой взрослой и четвертой детской поликлиник пешеходов ждал именно такой сюрприз. Срочно требуется техника и во дворах. Это кошмар. Кошмар один. Что там за начальница? Это ужас. Как-то надо, наверное, все это убирать. Лед стоял. Сейчас снегом засыпало, слава богу. Снег-то надо почистить. Зима же пришла, но убирать все равно надо. Служба-то есть ведь у нас. А если еще немножко, еще подсыпет все, не пройти, не проехать. Другим опасным местом зимний период для челнинцев остаются подземные переходы, не оборудованные козырьками. Ступени здесь нередко превращаются в ледяные горки. Одно из таких мест у торгового центра «Джумба». И хотя сейчас ситуация здесь пока еще не достигла пика опасности, горожане пользуются объектом лишь с помощью перил. Здесь сколько раз падали. Здесь нет этих плиток. Вот видите, был косметический ремонт. Плитки все отлетели. И вот передвигаются. Сами видите, как женщина передвигается. Только идем по бордюрчику. Падаю здесь бывает. В том году, в прошлом, что ли, даже кровь бывает. Ну, надо делать. Там он хорошо сделал. Что касается ситуации с полученными травмами, по данным БСМП, за два дня выходных к ним обратилось более 200 челнинцев с различными переломами. Однако, по данным специалистов, это еще не пик обращений. Любовь Захарова, Дмитрий Кравченко, Ильнар Мустафин, Челны, 24.